МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вспомним, как проходила поисково-спасательная операция. Кирпич складываем в емкости, емкости кранами поднимают и высыпают, выгружают самосвалом. Обрушилась стена перекачивающей насосной станции, как выяснили специалисты. Внезапно сошел грунт, и конструкция сложилась, словно карточный домик. Людей под завалами искали практически весь день. Обнаружили троих погибших и одного раненого. Площадка принадлежит СГК, однако трудился здесь подрядчик. Так вот, он и частное агентство занятости, которое, видимо, занималось подбором персонала, заплатят 320 тысяч рублей. Отмечу, что расследование уголовного дела по факту нарушения техники безопасности продолжается. К другим темам. Хозяина оружейного склада будут судить в Новосибирске. Следователи готовы предоставить материалы на подпись прокурору. Саму операцию по задержанию фигуранта в августе проводили полицейские при силой поддержки спецназа ФСБ. Изъятый арсенал сразу отправили на экспертизу. Необходимо было определить, засветились ли эти стволы при совершении преступлений. Такого подпольного разнообразия сыщики Новосибирска не видели давно. В арендованной квартире и гараже местный 40-летний житель прятал три пистолета от нечасто встречающегося огнестрельного Байкала до традиционного проверенного временем Макарова. Кутка ваша, да? Кабара, стич профи. Магазин снаряженный боеприпасами. Каждому стволу полагалось по несколько магазинов и устройства для бесшумной стрельбы. Нашли оперативники и внушительный схрон боеприпасов. Патроны различной маркировки, гранаты и запчасти к оружию. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 и 222 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Все это время хозяин склада действительно находился в СИЗО. И вскоре он предстанет перед судом. Оружие прошло экспертизу, и криминалисты уже знают историю. Каждого ствола. Однако результаты исследования обнародовать пока рано. Одно точно известно. И пистолеты, и боеприпасы признали пригодными для стрельбы. Последний раз в Новосибирске силовики задерживали оружейников в январе этого года. Но те считали себя последователями Кулибина и специализировались на экземплярах из собственных мастерских. Покупали коллекционные игрушки и переделывали под боевые. Продавали. Говорят, работали под заказ. Полицейский спецназ «Гром» поймал наркобарыгу в железнодорожном районе города. Местного 36-летнего жителя заподозрили в распространении героина. И действительно у фигуранта с собой был сверток с опасным веществом. Почти 50 граммов. Сыщики считают, что наркотик он приобрел, чтобы в дальнейшем продать разовыми дозами. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет колонии. Продолжаем программу. Команда дерзких налетчиков, которые вдохновлялись лихими 90-ми, а может просто пересмотрели вестернов, сядет на скамью подсудимых. Меньше чем за два месяца группировка почтила своим вниманием десяток нелегальных казино. И отовсюду ушла с добычей. 16 января 2019 года четверо подозреваемых были задержаны полицейскими при силовой поддержке ОМОН Росгвардии с поличным при совершении очередного нападения на игровой клуб. У них были изъяты ножи, газовый баллончик, а также пистолет, оказавшийся игрушечным. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны еще двое подозреваемых. Следователи комитета и полицейские пришли к выводу. Собрала эту группу бывшая работница казино, которая хорошо знала, как устроены подобные заведения. Молодые люди, одетые в маски с оружием, врывались в помещения клубов и похищали деньги. Также фигуранты занимались вымогательством, кражами и грабежами. Общий ущерб по делу составил 250 тысяч рублей. Еще один оправдательный приговор прозвучал в Новосибирске за последний месяц, четвертый. И это только по резонансным уголовным делам. Подобного не было давно. Убийство, за которое Александр Филиппов отсидел два года в колонии строгого режима, оказалось суицидом. Закончился процесс по делу о шприце с ледокаином. Леонид Филиппов погиб при загадочных обстоятельствах 28 апреля 2014-го. Тело молодого человека обнаружил его старший брат Александр. С момента смерти прошло уже несколько часов. Открываю дверь, а он там лежит, получается, между диваном и столом очень плотно. И там сразу это не понять. Я подумал, что он упал и уснул. То есть моментально все происходило. Я до него дотронулся, а он окоченевший. Сначала парень проходил по делу свидетелем. На теле Филиппова-младшего обнаружили незначительные повреждения, а на локтевом сгибе след от инъекции на полу шприц и пузырек ледокаина. В истории поиска на компьютере многочисленные запросы о том, как можно покончить с собой. Материал дела установлен на две вероятные причины смерти. Одна из которых – это неправильный введение препарата ледокаина. Все дело в том, что если анестетик не ввести правильно, разбавленным и через специальный дозатор может развиться отек легких и наступит смерть. А на вскрытии тело будет выглядеть так, словно человека задушили. Сначала это приняли во внимание. В марте 2016 Александра признали невиновным. Но сторона обвинения обжаловала решение и новый вердикт – 8,5 лет колонии. Защита обратилась в Верховный суд. Приговор отменили и стали рассматривать дело с самого начала. Благо Филиппову разрешили все это время быть не на строгом режиме, а дома. И вот сегодня судья Ленинского суда полностью оправдал молодого человека. Теперь Александр Филиппов может потребовать компенсацию за 6 долгих лет уголовного преследования. 8 суток ареста получил нарушитель за уклонение от обязательных работ и невыплату штрафов. Жителя Качковского района пытались вразумить всевозможными способами, но он их игнорировал. Пользу обществу не принес, долг не погасил. А после составления второго протокола терпение приставов закончилось. Опять же через суд они добились изоляции молодого человека. Правда, пошло это ему на пользу или нет, пока не ясно. Не по понятиям, а по зову души. Несмотря на погоду, сегодня осужденные в новосибирских колониях открыли настоящие ледовые городки и украсили их символом года. К возведению снежных скульптур каждый отряд подошел с фантазией. Чтобы символ года, белая стальная крыса выгодно отличался от остальных, было принято решение добавить ярких красок. Здесь пыл осужденных мог остановить, пожалуй, только мороз, но и он не справился с задачей. Недостаток мастерства художники-самоучки сполна компенсировали энтузиазмом. Граничащим, правда, иногда со стёбом. Кто-то со своей головы просто режет, кто-то с картинок, с диснеевских, наши, с отечественных, делают зверушек, которых ещё нигде не было. Можно потом посмотреть, как у вас сидела штаба, там есть неопознанные зверушки, я не знаю, как их называть. Снег начали собирать ещё в ноябре, благо выпало его достаточно. Но дальше в планы всё-таки вмешалась погода, и она стала полноценным соавтором шедевров. Оттепель, и потом пошёл снег. То есть, соответственно, покраска фигур. Снег была затруднена. Но сегодня, в сегодняшний день позволяет, как бы погода, но опять же подмораживает, соответственно, застывает. Краску не могут покрасить. Тем не менее, удовольствие, кажется, получили все. Автору лучшей скульптуры вручат скромный, но приятный приз – торт и почётную грамоту. Итоги конкурса подведут на днях, но завсегдатые территории – это стоя откормленных кошек. Задумку уже оценили. Такое обилие символов года им явно по душе. Анна Скокартём Валевич, экстренный вызов. И последнее – зачинщика драки. Впрочем, как и самого потерпевшего с улицы Твардовского, полиция пока так и не нашла. Интернет уже несколько дней будоражит видео, снятое в Первомайском районе города. Компания разъярённых людей избивала одного мужчину, и, судя по картинке, больше всего ему досталось от представительницы слабого пола. В региональном главке МВД сообщили, что об инциденте знают, но когда наряд прибыл по вызову, на месте уже никого не было. В полицию и заявления от пострадавшего также не поступало. На этом пока всё. В студии работала Мария Никитина. До встречи на канале ОТС.